всех забежавшись на это канал я приветствую сегодня я покажу такую штуку как баскетбольную систему 2 и 3 очковые броски на самом деле мне человек написал вот так как реализован как реализовать баскетбол 2 очко и 3 очко систему доллар я не совсем понял что он хочет но предположил что это делается так то есть ну что что он хочет 2 очковые 3 очковые броски для этого я здесь сформировал как видите уже плоскость до определенно не смотрите фанаты футбольные но они будут смотреть за нашим баскетбольным действием что как говорится делается смотрите когда персонаж кидает вот если здесь 2 очков и здесь уже где-то начинается 3 очков и так далее да то есть если он отсюда кидает он попал ему прибавилось 3 очка если он кидает здесь у меня сейчас проблема будет попасть я потому что не реализовывал нормальный бросок накидаем побольше мечей вот двух очков и готов видите прибавилось всего 2 очка и зрители принципе довольно давайте посмотрим как это было сделано так давайте пройдем по основам да вся система подсчета наших попаданий засчитанного так скажем учтена в в кольце так давайте сначала зайдем в меч здесь по сути ничего нету здесь все пусто единственное что на мече я поставил симуляцию физики и установил массу все больше я это аппаратик как говорится не трогал закрываем его далее пройдем виджет который у нас будет отображать попадания но скорее всего давайте позже пройдем так теперь обратим внимание на кольцо заходим в кольцо и смотреть я создал кроме кольца две сферы первая сфера это у нас сфера получается двух очкового броска вторая сфера трех очкового броска и у них имеется такие функции так скажем как пересечения и окончание пересечения на обоих я их поставил здесь у нас просто звук то что типа у нас вокруг люди находятся можете не смотреть так бокс 0 образно и бокс 1 это у нас попадание в кольцо то есть бокс 0 это у нас начальное попадание и бокс 1 это у нас продолжение то что именно мяч полетел сверху вниз то есть сначала он делает так скажем коллизию с первым боксом потом со вторым если это реально так то мы выполняем данную функцию давайте посмотрим на код так но в кольце у нас begin play создается виджет здесь ничего сложного все то же самое создаем виджет делаем переменную из него промоутовый рейбл записываем наименование добавляем на экран синкции у нас разделение на втором разделении у нас сайт таймер by event я сделал так чтобы каждую секунду он подсчитывал если забить иголы или нет здесь вы можете свои значения какие-то сделать либо стоп так скажем play стоп так скажем можете делать даже данной функции можете как-то по-другому в общем это функция эта функция у нас смотрите проверяет первая коробочка которого у нас вот это если так секунду первая коробочка вот она да если первая коробочка у нас получила мяч как входящий актор до меня она делает запись обычный булин переменной она пустая ее создал промоуты рейбл и все просто ездить галочку ставлю для того чтобы дальше и и вот здесь использовать больше она и день нигде не отвечает за свои действия так скажем принц стринг я добавил чтобы вы видели что она так скажем пересекла первую часть первую коробочку и здесь у нас вторая коробочка то же самое принимает значение мячика и записывает на экране у нас конец пересечения и здесь тоже самое галочка но уже вторая переменная здесь вы можете их по разному обозвать я просто назвал 01 02 то есть вот это 01 сейчас я не могу попасть вот это 01 вот это 02 далее давайте пройдем по основной логике если у нас первая и вторая пересечена это у нас переменная and булин то есть вытаскиваем and то есть это говорится что это и это если они true тогда мы выполняем действия здесь дальше у нас пошли бранчи это бранчи двух очкового броска и трех очкового броска они у нас тоже действуют при пересечении но только если посмотреть давайте выберем первую сферу которая двух очковый бросок то есть она считает что персонажи у нас здесь при пересечении вот этой сферы первой с персонажем она выполняет действия в данном случае это просто тоже самая другая переменная какая-то да и здесь я ее обозвала 020 это двух очковый бросок вы можете по-другому его назвать и принстринг то же самое то что это двух очковый зона то есть если персонаж давайте зайдем слева трех очковый зона видите да дальше пройдем двух очковый зона и она физически принимает положительное значение true здесь это на так скажем event при выходе из данных коллизии данной сферы коллизии то есть это при выходе из 2 это при выходе из 3 здесь ничего сложного вход-выход и так далее отсюда мы уже при если персонаж зашел во вторую на true выполняем действие да в данном случае это у нас проигрывается звук то что зрители радуются попаданию и дальше мы выполняем функцию которая у нас заключена виджете как видите виджет счет называется да в данном случае здесь он мы его прописали вот здесь вот он находится то есть мы здесь его прописали и сюда уже вытаскиваем с помощью get то есть вот так get get vg счет из него вытаскиваем функцию но предварительно функцию надо создать давайте зайдем в виджет виджет просто кинул текст никакого бинда на нем нету захожу также не забудьте поставить из variable на тексте то есть мы должны видеть его вот здесь чтобы она глазиком было так создадим здесь еще также переменную в которой мы будем прописывать сам текст в данном случае у нас нолик стоит текст это у нас тип интеджер то есть счетчик образно да 0 1 0 2 и так далее то есть будет он считать смотрите функция у нас как вы нажимаете плюсик функции и наименование задаете нажимаете сюда входящие перемены это у нас будет 2 булин два булин значения это то что давайте я пропишу у меня просто new параметр написано 0 2 0 2 б это бросок 0 2 зоны так скажем и первых очковый бросок 0 3 б то есть при том как мы вот здесь вот смотреть подаем видите прям откуда не это тащится если у нас 0 2 зона и true мы подаем сюда здесь то же самое но мы подаем уже из этой то есть мы одновременно третьей и во второй зоне не можем быть теоретически да но хотя практически мы там находимся так зайдем опять сюда да если у нас вторая зона он выполняет true и здесь мы прописываем текст в данном случае это наша переменная текст go здесь у нас просто текст с цифры будет мы прибавляем 2 значение 2 очка далее мы записываем эту переменную и уже выводим из данной значения нашего которым мы прописали это дизайнер set текст то есть запись подаем сюда он здесь переконвертирует и так далее здесь мы на true подаем уже бранч из третьей зоны и все то же самое только значение плюс 3 все это трех очковый мы уже по сути выполняем из это сразу прибавляем далее мы отсюда вот из виджета вызываем нашу функцию как вы обозвали ее в данном случае у меня go function типа того да и продолжаем действия после звука победы мы выполняем данную функцию подаем значение 0 2 0 3 и здесь получается мы снимаем галочки вот с этих боксов потому что если мы с них не снимем то следующее попадание автоматом будет прибавляться то есть из-за того что мы поставили все сеттаймер боевин то есть он каждую секунду будет автоматом прибавлять нам очки хотя мы не забиваем при этом так надеюсь я все конкретно разрывал и вот такая вот ситуация у нас что ты что ты такой нехороший это называется изменил значение но вы заранее сначала создаете а потом уже изменяю это не изменяете здесь сейчас сейчас прямо ругается потому что так какой-то ему параметр не нужен не не нравится да но но давайте обозовем его английскими буковками потому что возможно цифры в начале ему не нравится да да ему цифра в начале не нравится так что лучше не называйте с цифрами в начале и давайте еще снова посмотрим кстати если вы будете кидать давайте включим 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 наши коллизии для того чтобы видеть hide in game выключим и здесь то же самое если мы так где у нас вот третья зона кончается если мы отсюда начнем кидать и вдруг как-то попадем он нам не засчитает само попадание видите у нас сначала срабатывает а из-за того что мяч не прошел сквозь кольцо он у нас не считает попадание для этого и сделано два бокса были надеюсь я конкретно объясню до скорой встречи друзья всем пока